Сегодня в проекте про кино советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Она расскажет о преимуществах актерской профессии, можно ли по сценарию предугадать успех и качество будущего фильма и как образы, воплощенные актрисой на экране, повлияли на ее характер и жизнь. Я не могу сказать, что я такая уж очень счастлива в своей творческой жизни, потому что я не считаю, что у меня есть какие-то такие картины, которые бы достигли такого уровня, такой планки, как «Летят журавли», как «Освобождение», как «Баллада солдат» или «Рублев». Но я имею в виду такие самые наши очень известные фильмы и очень известные всему миру. У меня такой планки я не достигла, к сожалению, но у меня хорошая планка – фильм «На семи ветрах». «На семи ветрах», которая была моя визитная карточка, я была студенткой института как раз в ГИКО, института кимитографии, перечисла на второй, только переходила на второй курс, и меня утвердили на студии имени Горького, утвердили вот в эту картину. Это была действительно визитная карточка, потому что эта картина прошла всесоюзную премьеру по всему Советскому Союзу. И меня после фильма, я до этого снималась в четырех картинах, меня как-то не узнавали особо. А вот после фильма «На семи ветрах» я уже так, идя по улице, меня останавливали, спрашивали, артистка я или не артистка. Ты общаешься все время с людьми, у тебя меняется все время, географически ты места меняешь, ты встречаешься с разными людьми, встречи, которые иногда бывают очень запоминающиеся, остаются в памяти, потому что зритель, который тебя любит и который к тебе хорошо относится, дарит какие-то смешные подарки. Иногда бывает, как носочки теплые мне женщина связала, сказала, что такая несчастная на «Семи ветрах», там у вас ничего, даже нет рукавичек, а вот я вам носочки, чтобы вы не мерзли зимой. То есть вот это вот в этом счастье актерское, понимаете, это общение с людьми, потому что зрительный зал, он дает тебе энергию, это как аккумулятор у актера, когда он выходит на сцену, видит полный зал и слышит там аплодисменты, видит эти глаза заинтересованные, это все передается актеру, и он заряжается. Сейчас нет этой границы между театральным актером и киноактером. Это раньше была четкая граница, потому что в гиг это больше распитывали, так сказать, что было больше органики, что было более естественно, человек мог говорить своим языком, своим голосом. Хотя у нас тоже сцена речь была, нам тоже нужно было уметь подавать голос, так же, как и в театре, в театральной студии. Но все-таки в театре нужно, посыл должен быть где-то на 30-й ряд обязательно, поэтому это подача голоса идет. Если в театре ты это не ощущаешь, то это неорганично, потому что артист как-то на сцене, потому что все должны слышать его, если его не слышат в зале, то уже сразу интерес пропадает к актеру. И, конечно, немножко другое поведение, другие, может быть, мизансцены какие-то. В кино все более жизненное, все более проще, все больше ближе к жизни. А театр – это все-таки сцена, она все-таки на метр выше жизни, понимаете, на метр выше пола. Я снималась много в сериалах, и я видела, как молодые актеры, я им даже завидую, которые прямо приходят, считаются листами, тут же входят в кадр. Все запоминают быстро тексты. Я так не могу. Я живу по тем старым канонам, когда нам давали в руки сценарий, когда нам режиссер говорил, что завтра будет сниматься такая-то сцена, я должна с этой сцены была переспать, как говорится, ночь, я должна была запомнить текст, я должна была бы выучить, чтобы он стал моим близким. Понимаете, я так готовлюсь по сей день, и я от этого не могу отойти. Я должна верить ему. Если он мне дает какую-то задачу, и она меня совпадает с моими чувствами, восприятиями, то я ему верю. Потому что я понимаю, что раз он уже знает точно, он автор, он режиссер, он рождает этого ребенка, этот фильм, значит, он точно знает уже, представляет, как это будет в общем состоять. Я-то не знаю же, какая будет картина в будущем. Но многие актеры любят импровизировать, многие любят. Я не очень люблю импровизировать, я лучше стараюсь делать то, что мне дает, какие указания дает режиссер. Нет, это сложно. Иногда бывает очень хороший сценарий, и получаются средние картины. Это так трудно предсказать. Иногда бывает совершенно какой-то слабенький сценарий, и вдруг режиссер что-то из этого такое вытягивает вместе с артистами, что становится просто гениальным фильмом. Но вообще-то основа должна быть доброкачественная. Должен быть, прежде всего, хороший сценарий, конечно. У меня был такой режиссер, потому что Станислав Ильич Ростоцкий, который снимал картину «На семи ветрах», он как-то больше любил открывать новые таланты, как говорится, новое лицо, что появлялось на экране. Кроме как Тихонов, Вячеслав Тихонов, у него был как бы его талисман. Он снимался у него во всех его картинах. А у меня не было такого режиссера, я в всем снималась у разных режиссеров, и поэтому мне было немножечко не очень интересно, потому что они использовали все мои качества предыдущей картины. Если на «На семи ветрах» играла положительную такую героиню, девочку, симпатичную, добрую, мягкую, любящую, то последующие роли были, в принципе, такого же плана. И только один «Царство мне небесное» режиссер Туманов, вот Туманов, он, к сожалению, рано ушел, он в 50 лет ушел из жизни. Я снималась у него в двух картинах «Жизнь на грешной земле» и «Любовь Серафима Фролова», который дал мне совершенно противоположные характерные роли, поверил в меня и дал мне сыграть характерные роли. Я надеялась, что вот он станет моим режиссером, потому что он открыл новую черту моего актерского там какого-то дарования. Вот Анфиса в «Любовь Серафима Фролова», Мария в «Жизнь на грешной земле» были практически не очень положительные, такие даже немножко отрицательные роли, характерные, крепкие такие героини. Я надеялась, что мы дальше будем. Он действительно ко мне очень хорошо относился и верил в меня, и уже писал следующий сценарий о жизни Серго Ржини Кидзе. Он сказал, «Лариса, там ты будешь играть жену Орджини Кидзе», но он ушел из жизни. Вот в фильме «Жизнь на грешной земле» последний у нас был день озвучания, его не стало. И так, в общем, вот этот Туманов единственный режиссер, которого я хотела бы, чтобы он был со мной дальше. Всегда играть какую-то героиню с сильным характером, у которой есть все, есть и положительные, и отрицательные грани. Такой характер интересный тогда, потому что у нас раньше как-то в советском, кино было очень четко разграничено положительная героиня, отрицательная героиня, положительный герой, отрицательный герой, понимаете? А сейчас вот этого нет. Сейчас, слава богу, что образы бывают, они разнообразные, очень разноплановые. В одном человеке может сочетаться все и хорошее, и плохое. Вот, и поэтому мне, конечно, нравится. Мне всегда хотелось играть «Васу Железнову», вот потому что, наверное, от того, что я хотел быть такой, чтобы у меня был стержень крепкий, чтобы у меня был твердый характер, чтобы я была волевой женщиной, как есть там «Железная леди», или сегодня «Бизнес-леди», да? Вот такой план. У меня в жизни, наверное, не такой человек. Я мягкотелый достаточно и слабохарактерный. А хотелось быть очень твердым. Поэтому для меня пример был «Васу Железнову». Но мне ее не удалось сыграть. Сыграли великолепно. Инна Чурикова великолепно сыграла «Васу Железнову». И в театре очень многие хорошие актеры. Тарасова сыграла ее. Но, вы знаете, и мне не удалось. Ну, я в сериалах последних, там «Любовь как любовь», там «Сердце Марии» у меня были сериалы. Ну, в общем, «Стерва» был такой сериал, наверное, где были черты вот этой «Васы Железновой», где я все-таки пыталась их использовать. И, может быть, даже благодаря этому я и в жизни стала более жесткой. Понимаете? Благодаря характеру, который я брала от этой героини Горького, Максима Горького. Вы знаете, ну, актерисам и актерам ему хочется все играть. Они всеядные, понимаете? Хочется и комедию, и трагедию, и драму. Все, что дали бы, все бы сыграл. Понимаете? Поэтому сложно сказать, какие хочется, какие больше. Да все роли, все интересные. Если это глубокая роль, глубокий образ, то у тебя в любом и в комедийном хорошо себя чувствуешь, и в драматичном, и в трагедийном, понимаете? Главное, чтобы там было что делать, что играть, а не просто говорить слова. В каждой роли были какие-то свои трудности, даже на «Семи ветрах». У меня была сцена, которая так и не сыграла. Вот сцена какой-то такой раскрепощенности, веселости, наигранности, когда она должна была сыграть веселье во время смерти. Понимаете, вот такой идет бой, гибнут. Ребята, она должна поднять их дух боевой. Должна была расхохотаться, там что-то такое. У меня это не получалось. Вот не получилось, и все, что только не делали. Я расхохотаться не смогла. Это вот у меня до сих пор остается моей такой обидой, что я не смогла сыграть эту сцену. Ну, ее сделали по-другому немножко. Смысл тот же остался, но не в веселости, в радости, а в том, что жив человек остался. Ну, на этом сыграли. Не только актерам кино, всем артистам. Надо любить свою профессию, надо получать радость и удовольствие от своей профессии. Под этой любой профессии нужно любить ее, понимаете? Если ты ее делаешь с удовольствием, с радостью, то ты получаешь отдачу такую же. А если ты это делаешь спустя рукава равнодушно и через силу, тогда это неинтересно и жить просто. Поэтому актер должен любить свою актерскую профессию. Купаться в ней, радоваться ей, наслаждаться ею. Бывают взлеты и падения, понимаете? Все бывает. Поэтому не надо разочаровываться в том, что что-то не удалось. Сегодня удалось, завтра у тебя все будет нормально. Как написал такой Виктор Боков, хороший наш поэт, советско-русский, российский, о том, что жизнь надо любить, потому что жизнь – это чудо. А чудо не запретишь. Да здравствует амплитуда, то падаешь, то летишь. Понимаете? Вот это вот. Это актер должен все время знать, что он может и упасть. Трудно, правда, подниматься, но потом поднимется, может взлететь высоко в своей профессии.